Жената 3,5 года, выходила замуж худой, потом из-за неудачной беременности лечилась и поправилась. Муж стал акцентировать на этом внимание, всячески обидно говорить об этом разными способами, даже в компании друзей. Я много плакала, обижалась и молилась, потому что он сам ленивый и формами не блещет. Потом решила сесть на диету, даже в зал пошла заниматься. Там случилась серьезная травма позвоночника, и я долгое время была лежачей. В больнице уже почувствовала холодность к себе, что напрягаю его, что я обуза. При определенных обстоятельствах он поднял на меня руку. Для меня это было большое разочарование в человеке. Сейчас понимаю, нет и не было у него глубоких отношений с Богом, нет любви. Он говорит, интим из-за меня толстый, у нас не складывается, потому что мужчины любят глазами. Вкладывала всю себя в отношения, встречала, готовила, убирала, стирала, еще и работала, а получила нож в спину. Мне сложно снова доверять ему, не знаю, как жить дальше, разговоров не получается, живем раздельно, приоритеты у него работа, 16 часов. И на это все оправдание, и друзья христиане, служители, которые приняли его позицию, потому что я ушла от него. Финансово не помогает, менять ничего в себе не хочет, устраивала, как раньше. Сказал, не говорю о тебе, о фигуре и питании, ты не дергаешь меня. Но жить как соседи без общения и любви я не могу и не хочу. Молюсь, пощусь, рыдаю, потому что страшно, что он в ад пойдет и не заметит этого. Перемен не вижу, приходит разочарование. Знаю, что Бог дал нам друг друга, но в последнее время начинаю сомневаться в этом. Не знаю, как к кому обращаться на просьбу о помощи служителей, они же друзья, сказали, разбирайтесь сами. А еще он водитель, смотрит на красивых девушек, мол, спортивная, красивая, зашла, только зачем губы накачала, а потом рассказывает об этом на ячейке. Ну ты что тут скажешь? Хана. Боится, что он в ад пойдет. Ну. Сколько в церквях хороших, прекрасных женщин. Просто это мужчинам не надо. Представляешь, он ее бросил. Она ему детей родила. Пошла ради него в спортзал. Пошла ради него в спортзал. И осталась инвалидом. Ужас какой-то. Ну, мне хочется сказать... Я не буду этого говорить. Жестко. Я бы все-таки посоветовала этой женщине вспомнить, что у нее есть она. И, может быть, впервые в жизни начать что-то делать для себя, а не для мужчины. Худеть не для мужчины, а для себя. И вообще не худеть, а стройнеть. Это когда ты кушаешь еду не потому, что тебе надо похудеть, а когда ты ее кушаешь для здоровья. Это когда ты выглядишь хорошо не потому, чтобы у мужа что-то там зашевелилось внутри. А ты это делаешь для того, чтобы себя чувствовать достойно. Может быть, эта жизнь привела ее в ситуацию, где, может быть, впервые она должна встретиться с собой. А что хочет она? А что она любит? А по-настоящему как она любит? Чего она хочет? Потому что она растворялась, 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 в нем растворялась. И по факту она сегодня одна, брошенная, никому не нужная женщина. Но нас могут покинуть люди, себя-то мы покинуть не можем. Только смерть разлучит нас. Только смерть меня разлучит с телом, с моим. И поэтому, пока я живу в теле, и, может быть, эти обстоятельства и приводят меня в ситуацию, где я, может быть, впервые в жизни должна по-настоящему с собой познакомиться. Когда вокруг все бросили. Продолжение следует...